Возрождение угольной промышленности. Такую цель ставит перед собой предприятие Юж-Урал-Уголь. На сегодняшний день на участке первой северной маячного месторождения начались горно-подготовительные работы. Добыча бурового угля будет вестись открытым способом – гидравлическими эскаваторами. Никаких взрывных работ на карьере не будет. Посетил месторождение бурового угля глава администрации Борис Беляев. Его, в частности, интересовали качественные характеристики полезного ископаемого. Бабаевский уголь, он шёл лучше для брикетирования. Этот уголь пожёстче, он по технологической цепочке идёт получше. Но здесь, в этом маячинском угле, больше летучих веществ, больше гуминовых кислот. Анализ маячинского угля свидетельствует о его высоком качестве. Из такого продукта можно делать удобрение «Горный воск», который применяется в самолётостроении, космонавтике и производстве парфюмерии. В настоящее время «Горный воск» закупается за границей. Во-первых, производить «Горный воск» – они очень заинтересовались. «Горного воска» наша страна за рубежом покупает на миллиард рублей в год. Это их цифры, они изучали, и я всё время изучал. Производит Украина, Казахстан. Наш уголь гораздо лучше. Разрабатываемое месторождение хранит в недрах порядка 4,5 миллионов тонн бурого угля. Запасов сырья на этом участке хватит на 25 лет. На начальном этапе предприятие планирует добывать 250 тысяч тонн угля в год. Первую тонну предприятие планирует дать в День шахтёра 27 августа. Планируем, по крайней мере, так, к Дню шахтёра, который будет в августе этого года, добыть первую тонну угля. И мне бы хотелось обратиться через прессу, через телевидение к главе города, чтобы он нам помог здесь организовать встречу ветеранов угольной промышленности. Потому что это реальное возрождение угольной промышленности. Не только в Кумертау, но и в Башкирии. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис». 20 июля состоялась очередная встреча главы администрации городского округа города Кумертау с представителями местных отделений политических партий «Патриоты России», «Справедливая Россия» и ЛДПР. На заседании присутствовали заместители главы администрации, руководители предприятий. В начале встречи Борис Беляев рассказал о текущем состоянии дел в городе. В текущем году, значит, у нас экономика нашего города, она развивается стабильно, чем в прошлом году. Я специально сделал слайды, чтобы вы могли сразу видеть, какие цифры у нас на сегодняшний день существуют в городе. Индекс промышленного производства, вы видите, составляет 290%. Это самый высокий индекс в республике Башкортостан. Это благодаря тому, что Кумертауское авиационное предприятие у нас в этом году очень хорошо поработало. То есть в текущем году произвело почти в три раза больше, чем в прошлом году за шесть месяцев. В ходе встречи были рассмотрены вопросы о социально-экономическом развитии города, о ситуации на рынке труда, о проведенных и планируемых мероприятиях по благоустройству территории города, а также о положении дел в социальной сфере города Кумертау, о развитии малого и среднего предпринимательства. И были поставлены задачи на будущее. Первое направление – это формирование инвестиционной инфраструктуры нашего города. Что мы сделали? Мы создали агентство по развитию территории, муниципально-автономное учреждение. Актуализировали перечень свободных площадок, которые находятся в городе Кумертау, структурировали свободные мощности. Это сколько у нас газа, сколько у нас света, сколько у нас воды. Да и есть свободных сегодня в ведениях, чтобы для того, чтобы, если придет новый бизнесмен, ему понадобится столько-то газа, столько-то света, мы могли ему предоставить. Участниками встреч были заданы многочисленные вопросы и высказаны предложения по благоустройству территории города, а также рассказали о содействии партии в развитии города Кумертау. Наша партия в прошлом году проводила открытый прием граждан города Кумертау и района в том числе по поводу ликбеза юридического, оказания возможной помощи, юридического сопровождения в каких-либо их вопросах и для каких-либо экономических вопросах. В этом году, я надеюсь, что тоже будем проводить аналогичные мероприятия. В завершении глава администрации города Кумертау предложил представителям отделения местных политических партий объединиться и посетить вновь открывшиеся предприятия. Борис Владимирович пригласил на предприятия, которые будут открываться, все партии, и сказал, что закажет автобус и все поедем посмотрим. Я сказала, что с удовольствием, потому что это нужно видеть, это надо трогать, это смотреть нужно, это нужно знать, в это вникать. Было очень интересно, очень понравилось. Рината Гайсина, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис». Кумертауские приставы-исполнители подвели итоги за первое полугодие 2017 года. В городской мэрии состоялось заседание с участием различных служб и ведомств города. На совещании обсудили не только плюсы своей деятельности, но и указали на имеющиеся минусы. Так, за минувшее полугодие в структурных подразделениях приставов находилось порядка 30 тысяч исполнительных производств. Цифры и правда впечатляющие. Учитывая, что на каждого работника органа власти приходилось примерно по 1200 дел. Но, несмотря на такую загруженность, приставам удалось показать достойные результаты. Это отметили представители других ведомств, взаимодействующих с приставами. Так, например, за шесть месяцев показатель возбуждения исполнительного производства составил более 95%. Этот целевой показатель у нас соблюдается из периода в период. Так что, думаю, стоит держать просто этот показатель на уровне. Спасибо за работу за вашу, за поступление, за отзывчивость службы судебных приставов. Как я понимаю, в городе Кумертау службу судебных приставов уважают. Не сказать, что любят, но, слава богу, уважают. Судебные приставы работают по многим направлениям. Взыскание заработной платы, налоговых и кредитных задолженностей, а также неуплата алиментов. Статистика возбуждения судебных актов за первое полугодие 2017 года отмечается с положительной стороны. Подвели итоги работы за первое полугодие 2017 года. Считаю, что по сравнению с 2016 годом отдел сработал хорошо. То есть цифры говорят за себя. Кроме этого, на заседании обозначили план работы отдела судебных приставов на второе полугодие. Особое внимание обратить нужно будет на обращение и жалобы граждан. Максимально быстрое разрешение жалоб и допущение нарушения прав и законных интересов граждан. Основной упор нужно будет сделать на фактическое и своевременное исполнение судебных актов, постановление уполномоченных органов, усиление применяемых мер, принуждения и ответственности. Также на заседании было объявлено, что с 1 августа произойдет объединение Кумертаусского и Куиргазинского отделения судебных приставов. Данное мероприятие проводится с целью соблюдения законности деятельности всех должностных лиц, с целью своевременного реагирования на обращение граждан, на своевременное фактическое исполнение документов, на информатизацию граждан о задолженностях, по погашениям этой задолженности, по повышению уровня специальной подготовки судебных приставов по ОПДС, по обеспечению безопасности в суде, по обеспечению установленной порядка деятельности в судах, по своевременному документированию административных уголовных правонарушений. В Кумертаус завершился конкурс по ландшафтному проектированию, посвященный Году экологии, под названием «В гармонии с природой», организованной станцией юных натуралистов. 21 июня были подведены итоги конкурса на лучший ландшафтный дизайн. Сейчас у нас провозглашено такое экологически грамотное отношение, то, что Год экологии, поэтому учитывалось, чтобы оформлено было, соответственно, и экологически чистенько, и, значит, ну, будем говорить, уход был соответствующий, да, чтобы не запущены были газоны, клумбы, да, чтобы вот, ну, это бы, значит, присутствие Года экологии, чтобы оно ощущалось. На конкурс было заявлено более 10 проектов. Оригинальные решения предлагали как частные лица, так учреждения и предприятия. Чтобы выбрать лучший дизайн, все проекты проходили экспертную оценку специалистов в этой области. Критерии оценивания в основном это то, что учитывается, конечно же, грамотность проектирования, скажем так, дальше технологичность, дальше это определенная гармоничность, да, чтобы, допустим, бросовый материал, который используется, он гармонировал с окружающей средой, гармонировал с растениями, где, значит, он будет устанавливаться. Вот это, ну и, конечно же, чтобы присутствовала оригинальная задумка. Участники могли представить свои проекты в трех различных номинациях. Оригинальный ландшафтный проект, приусадебные участки и ландшафтный проект из бросового материала. Участники рассказали, как готовились к конкурсу. Сейчас интернет есть, все идеи из интернета, все вырезки. Вот, например, каша из топора, это вот, был в Тюменской области, в Тобольске, вот это оттуда. Остальное все из это, из интернета. Вырезаю все из бросенных шин. Шины, правда, только ярославские. А это я все режу ножом, потом выворачиваю, потом красим. Ну, здесь опытный участок для детей, учащихся в станции натуралистов, который помогает нам сажать с семенами рассаду, цветы, клумбы. Помогает нам также при спашке, при копании нашего участка. И здесь ставят они опыты для своих дальнейших исследовательских работ. Конкурс завершен. Эксперты на днях определятся с окончательными результатами. Итоги конкурса будут оглашены на официальном сайте администрации города. А лучшие проекты будут отмечены специальными призами. Рената Гайсина, Роман Бекулов, телекомпания «Арис». Сломать, украсть и испортить жители города пожинают плоды эгоистичного и хамского отношения к общественной собственности. Спортивно-игровой комплекс, который появился в парке коммунальников, разломан и требует восстановления. Несмотря на то, что парк коммунальников у нас довольно-таки молодая, единицами краюн Восточного, и с каждым годом он преображается. В прошлом году, в 2016-м, были установлены силовые тренажеры. В этом году по программе поддержки местных инициатив установлен большой городок на общую сумму 850 тысяч для разновозрастной категории детей. Несмотря на это, на все прилагаемые усилия, которые вкладывает и население, и краюн Восточного, и администрация города. Несмотря на это, вот такие акты вандализма, которые сегодня мы имеем, к несчастью, фиксировать. Вандалы погнули баскетбольные кольца, сломали спортивный тренажер. И это не все, к чему приложили свою руку хулиганы. В начале июля в парке коммунальников был установлен игровой комплекс, но детское веселье было недолгим. Вандалы проделали дополнительное отверстие в тоннеле, а это уже представляет опасность для играющих там детей. Мы пришли сюда заниматься со своими внучками на тренажерах. А вот сегодня пришли, к сожалению, увидели, что многие тренажеры уже были поломаны. И так относиться к таким вещам нужно быть, наверное, вообще не знаю, каким людям. Товарищи родители, наверное, обращайте на своих детей и воспитывайте их в таком духе, чтобы они не бомбили такие вещи, которые люди пользуются и с удовольствием ходят сюда, и дети здесь занимаются. А какие-то подонки берут и все ломают. По предварительным данным, спортивно-игровому комплексу вандалы нанесли материальный ущерб на сумму 100 тысяч рублей. Ремонтировать по возможности то, что управляющая компания обслуживает парк коммунальников, помимо того, что убирается, и то, что можно отремонтировать, мы, конечно же, приведем в порядок. Но будем надеяться на то, что и таких случаев не повторится. В разберенную жизнь каждого объекта в любой момент может вмешаться стихия. Маслоэкстрекционный завод для нас, для обывателей, крупное производство, а для пожарных это объект повышенной опасности. Для более детального изучения внутренней инфраструктуры и закрепления навыков личного состава Кумертауского гарнизона 19 июля на заводе было организовано учение. Завод застраивается поэтапно, но есть и действующее производство. Объект не из простых, говорят пожарные, поэтому учения проводят здесь регулярно. Закрепляют свои навыки и добровольная пожарная дружина, которая организована на маслоэкстрекционном заводе. В первую очередь, конечно, сообщаем охране, сообщаем пожарным, сообщаем энергослужбе для отключения электричества на сушилке. Оцениваем ситуацию в степени задымления и производим сбросы зерна. И приступаем, есть водопровод пожарный, приступаем уже как бы сами к тушению. На МЭЗе есть и свое пожарное депо, укомплектованное пожарным автомобилем и водителями, которые обучены в спасцентре МЧС России. Нужно отметить, что руководство холдинга уделяет большое внимание безопасности завода. 15 гидрантов, автоматические лафетные стволы, насосная станция на 8 атмосфер и два резервуара с объемом 1000 кубов каждый, внутренний противопожарный водопровод. Все это – маленький список того, что стоит на страже пожарной безопасности завода. Противопожарное состояние данного объекта находится на удовлетворительном уровне. Мы посмотрели, у них есть и противопожарное водоснабжение, пожарные гидранты, имеются насосные станции, насосы-повысители. То есть тот необходимый минимум, который должен быть на таком предприятии, он имеется. Также персонал, обученный в действиях по первоначальному возникновению пожара, те действия, которые должны быть отработаны, они были сегодня отработаны, мы это увидели воочию. По мере ввода в эксплуатацию новых объектов, огнеборцы будут планировать очередные учения. Амир Кедрасов, Роман Бекулов, телекомпания «Арис». К этой иконе в Серпухово за исцелением едут со всей страны, одержимые пьянством, наркоманией и табакокурением. Чудотворный образ Богоматери, неупиваемая чаша. Сегодня икона в Кумертау. Пышных встреч не было. Утром она уже стояла в центре Иоанна Притчеченского храма. Ну, это событие не только для нашего маленького храма, а для таких маленьких, тем более, потому что неупиваемая чаша, это молится о беде всей России. Поэтому я рада, что она дошла до такого маленького соборного храма нашего. Обычно только в крупных городах, в крупных всяких собраниях. А это дошла, я рада. Беда всей России, она никуда не делась. И рада, что люди идут. А люди идут каждый день, с утра до вечера, знаю, вижу. Я рада. Об этой иконе узнали в конце 19 века. В Тульской губернии жил отставной солдат, который страдал пьянством, пропивал всю пенсию, дошел до нищенского состояния. От пагубной страсти у него отнялись ноги. Во сне солдату явился старец. Велел ему идти в город Серпухов, в монастырь Пресвятой Богородицы. Там есть ее образ, неупиваемая чаша. «Ослужи молебен, и будешь здоров». В обители никто не знал, а о такой иконе стали искать. Она висела в одном из проходов. На обратной стороне было написано и название образа. Стали этот образ искать, и он был найден на втором этаже Георгиевского храма. Ослужили молебен, и он исцелился. А потом уже, когда монастырь закрыли, этот образ решили сохранить, потому что остальные иконы почти все были сожжены. С этого образа было написано несколько списков. И они были переданы на сохранение в собор Никола Белого. Этот образ в нашем городе впервые, поэтому верующие спешат помолиться перед иконой. Они благодарят Бога Матерь за ее благодатную помощь. Другие молят о спасении и исцелении близких не только от алкоголизма и наркомании, но и от других недугов души и тела. Отец Владимир считает, что чудодействие иконы нужно отдавать всем жителям города. Для этого он со святыней пролетел вокруг Кумертау. Мы благодарим, во-первых, Владыку Николаю, нашему пресс-вященщину Николаю, епископу Саловатскому и Кумерталовскому, за то, что он благословил нас на вот это действие, а также главу администрации городского городу Кумерталу, Беляеву Борису Владимировичу. Виктору Константиновичу, хотелось бы спасибо отдельно сказать Крепкову Виктору Константиновичу, руководителю вот этого предприятия «Ротор», который живо откликнулся на вот это действие по облету. Как раз мы вот облетели вместе с иконой и надеемся, что духу злобы станет поменьше вокруг города Кумерталу. И обстановка в этом плане, в плане ограничения винопития, станет улучшаться. На первой холме ветер северный, 360 градусов, 1-2 метра, взлёт разрешаем. Название «Неупиваемая чаша» означает «Неиссякаемый источник благостной помощи». Кумертал, чудотворная икона, пробудет до 23 июля. Каждый день перед ней будут служить молебен. Затем образ отправится в другие города республики. Бронзовый призёр первенства Европы по греко-римской борьбе. Таков результат кумерталского спортсмена на недавнем чемпионате, который прошёл в Германии в городе Дортмунд. Фадис Валитов боролся среди юниоров до 21 года. В этой категории участвовали около 20 спортсменов, представляющие сильнейшие страны Европы в этом виде спорта. «Нелёгок был путь к бронзовой медали», — говорит Фадис. В полуфинале наш борец уступил спортсмену из Швеции. А вот за третье место Фадис встретился с победителем первенства мира 2016 года. В тяжелейшем поединке наш спортсмен не оставил ни единого шанса своему сопернику. Некоторые захлёстывают эмоции, то, что международ, ответственность какая-то, особо таких не было. Но я за третье место боролся с украинцем, очень неплохой парень. В том году выиграл первенство мира. Ну так тяжёлая борьба была. Так получилось, в этот раз я выиграл. Спортивный успех Фадиса — пример для его родного брата Фаниса, который поддерживал своего близнеца на расстоянии. Ну как, болел за брата? Конечно, болел очень сильно, переживал очень. Потом целый день голова болела там. Всё такое. Зазванивались? Да, ему сразу потом позвонил, после победы поздравил. Фанис является победителем первенства России по греко-римской борьбе. На турнире на призы трёхкратного победителя Олимпийских игр Александра Карелина Фанис был сильнее своего брата, уже бронзово призёра Европы. Такие результаты не остались незамеченными. Глава города Борис Беляев поздравил братьев с достигнутыми результатами. 22 июля в городской мэрии Борис Владимирович провёл встречу со спортсменами и их тренерами. Нам приятно, конечно, видеть то, что вы всё-таки борцы из Кумертау на Европе, на России, занимать призовые места. И мне очень приятно, что у нас школа существует по греко-римской борьбе. И мы эту школу стараемся развивать. Она была у нас, нам помните, лет 20 назад мы занимались в РПЛИ и в Росвете. Сегодня у нас есть физико-культурно-завидительный комплекс, там условия определенные. Но мы в планах в дальнейшем хотим построить, пристроить 9-й школе такой хороший большой зал на три ковра, чтобы было по греко-римской борьбе. И там уже тоже осуществлять свои тренировки определенные. И принимать там какие-нибудь соревнования, чемпионаты Башкирии, может быть, и России, если у нас получится. Третье место на первенстве Европы среди юниоров. Действительно высокий результат, отметил директор Центра спортивной подготовки в «Импел» Ренат Харидинов. Последний раз такой результат российские борцы завоевали в 1984 году. С точки зрения качества и результата, который показал Фадис, занял третье место на первенстве Европы в Дортмунде, значит, среди борцов у нас таких результатов по олимпийскому виду спорта, ну, можно сказать, не было. Наивысшее достижение до этого было Кутово в 1984 году, но он там был среди 15-16 лет. Универсальный возраст – это самая высокая конкуренция. То есть уже даже когда по мужчинам, там тоже конкуренция высокая. Но наибольшая, самая высокая конкуренция – это до 2021 года. Поэтому здесь качество результата очень высокое. На встрече Борис Беляев вручил братьям Валитовым памятные подарки, а также заверил спортсменов, что они могут рассчитывать на поддержку города. Ну что, я желаю вам успехов, удачи. Дай бог, чтобы у вас получалось все, то, что вы задумали перед собой цели, какие поставили. Моя задача – помогать, создавать условия. Если будет какая-то там необходимая помощь, вы, пожалуйста, не стесняйтесь. Мы такими людьми очень сильно, как сказать, дорожим.